шалом уважаемые дамы и господа кто из нас не сталкивался с враждебным отношением людей в коллективе в школе у наших детей часто возникают такие проблемные ситуации когда ну ребенка просто не любят и он является изгоем несколько миграций и нас это очень-очень сильно коробит нас на дух не переваривает в каком-то коллективе иногда что делать вот есть интересный рассказ про одного мальчика который пришел к папе плачет и говорит папа все я в школу больше не пойду и так далее папа его грязь сынок давай вот мы попробуем с тобой решить вопрос на перед этим у меня есть проблема вот тебе камушек не простой а очень дорогой иди на рынок и постарайся его продать но минимум за 10 золотых вот пошел этот ребенок обратился к одному торговцу тут 10 лет я тебе и 5 не дам вот так каждый из них предлагал ему разные суммы до 10 никто не доходил пока в конце он уже разуверился и ему подошел один человек или слушай сынок ты вообще ничего не продашь дайте бы хотя бы два дам золотых и тебе будет достаточно он пришел к папе расстроенный и говорит так и так папа им говорит ты знаешь у меня есть один янкель ювелир вот тут вот в городе этот янкель иди к нему попробуем продать потом пришел к этому янкель посмотрел на этот камень и говорит сынок я дам тебе за него минимум 20 золотых а если он у меня еще полежит немножко то наверное до 50 доберется что он все время набирает цену все падает поднимается в цене и так далее короче говоря мальчик обрадовался пришел папе и говорит вот действительно этот янкель почему ты меня сразу к янкелю не послал он говорит я тебе объясню почему те люди на рынке они абсолютно не понимают в камнях а этот профессионал он посмотрел он сразу оценил то же самое в том классе где ты находишься дети которые смотрят на тебя они не понимают вообще не в душе человека не в его каких-то внутренних характерных эмоциональных качествах они тебя давят сразу и все а ты научись оценить себя правильно ведь я же тебя люблю посмотри мы с мамой тебя любим тебя любят еще там дети тут это не показатель эти мальчики просто такой коллектив которые ну проблематичны дамы и господа я не берусь советовать что делать таких ситуациях просто как рассказ прежде всего первое что нужно сделать это ребенку объяснить должен немножечко себя полюбить должен понять что в мире есть несколько мнений должен понять многие вещи с детьми дело обстоит всегда сложнее но когда речь идет о нас мы попадаем в такое общество мы не можем там ничего изменить нам просто нужно оценить себя посмотреть на других людей как на непрофессионалов и надеяться что в какой-то момент прекрасный они все-таки оценят нас и будут более дружелюбно относиться к нам я хочу пожелать во-первых чтобы мы всегда попадали в хорошие коллективы хорошие социумы и наши дети то же самое что всевышний всех благословил я благодарен тем кто помогает нашему каналу распространить в мире духовные ценности шалом-шалом